Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 47-й главе книги «Бытия». В 47-й главе Иаков и его потомки, и, соответственно, идущий перед ними Иосиф, достигают, наконец, фараона. Фараону говорят о том, что вот они в земле Гесем. Иосиф берет пять человек для того, чтобы представить их фараону, для того, чтобы, так сказать, показать, что это за люди. Ну, по-видимому, предполагается, что читатель увидит всю эту диспозицию. Фараон на троне Иосиф, который по описаниям предыдущих глав, прям буквально первый заместитель фараона, да, вот он приводит этих самых людей, неизвестно откуда взявшихся, которые говорят фараону, мы пастухи овец, и пришли потому, что негде нам было пасти скот. Ну, и вот фараон говорит, Иосифу, на лучшем месте земли поселя отца твоего, пусть они живут в земле Гесем, и поставь их смотрителями над моим скотом. Вот таким образом та некоторая обособленность, о которой, по-видимому, заботился Иосиф в конце предыдущей главы, вот она достигается. И дальше Иосиф приводит отца своего и представляет его фараону. Ну, и читатель вправе ожидать, что фараон на него внимательно посмотрит, скажет что-нибудь хорошее, там, вид на жительство предоставит и так далее. А рассказчик совершенно видит это по-другому. И у него Иаков благословляет фараона. Фараон, вообще-то, царь и бог этой земли. Но много раз подчеркивает автор, что это Иаков благословляет фараона, как тот, кто может благословить божьим благословением. Хотя, бог вообще в данной части текста не упоминается. Фараон спрашивает Иакова, сколько ему лет. Иаков говорит, что вот лет его 130. И, с одной стороны, это очень немало, простите, очень немного, по сравнению с другими персонажами, чье время жизни названо где-нибудь в первой части книги «Бытия». Но в то же время для реальности это очень много. Для фараона, который в большей реальности существует, это совершенно должна была быть удивительная, поразительная цифра. И вот такая древность Иакова действительно дает ему право благословлять фараона. Это то, что тоже современная культура утратила в очень большой степени. Потому что, понимаете, для той эпохи, с учетом того, что средняя продолжительность жизни была лишь немного больше 30 лет, а 40-летний уже считался просто старцем и живой мудростью столетий, люди, которым удавалось достичь преклонного возраста, вот такого, который и нас с вами тоже впечатляет, 130 лет. В общем, конечно, воспринимались как знающие о жизни что-то такое, чего никто другой знать не может даже и надеяться. И поэтому фараон, хоть это и удивительно, действительно вот принимает благословение Иакова. Ну и дальше заключительная часть главы, ну или вторая половина 47-й главы повествует о том, как принесли результат те меры, которые Иосиф предпринял в Египте за 7 тучных лет, когда был большой урожай и когда он собирал хлеб. С одной стороны, ну вроде как, все прекрасно, можно аплодировать. Он позаботился заранее, у него хлеб есть, ну прямо вот как благоразумные девы в прича 10 девок. Ни у кого нету, у него есть, и все к нему идут. А между тем, рассказ в середине с 13 до 26 стиха этой самой главы оставляет некоторое недоумение. И для людей современных особенно большое недоумение, а особенно для тех, кто так или иначе сталкивался с социальными теориями последних пару столетий, марксизм в том числе. Вот смотрите, да, приходят египтяне к этому самому Иосифу и говорят, кончился хлеб, все, нам нечего есть, они говорят, хорошо, берите, вот, покупайте. Они несут ему серебро. И они ему несут все серебро, какое у них есть. Дальше у них кончается серебро, но голод не кончается, им опять нужен хлеб. И тогда Иосиф им говорит, ну, хорошо, давайте скот. Ладно, скот пригнали. И все это тоже стало фараоновым. Иосиф не присваивает. То есть, как это называется, в закромородина это все. Потом и скот кончается, и тогда он говорит, ну, хорошо, давайте землю. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле. Ну, то есть, по большому-то счету, в то время, когда подобные события могли происходить, мы снова скажем, что историчность этого рассказа под достаточно большим вопросом, ну, и в общем, принципиального значения на самом деле не имеет, поэтому мы не цепляемся за каждую деталь. Но, тем не менее, да, в Египте вся земля считалась собственностью фараона, и каждый человек держал тот или иной участок земли от фараона. Вот это было удивительно. Удивительно и для авторов, и для составителей, потому что в других регионах было, в общем, не так или не совсем так. Ну, то есть, в Месопотамии в роли фараона могли выступать храмы. Или местные царьки, там все-таки не было долго, не было такого централизованного государства в Египте, вот так. А на пространстве между Месопотамией и Египтом там, в общем, конечно, в той или иной степени существовала частная собственность. Одним словом, вот автор пытается объяснить, почему в Египте так необычно. Потому что это Иосиф скупил всю эту землю. Особенности вот этого владения землей и социального устройства Египта, и всей этой общественной ирригационной системы, которую управляет фараон, именно это делал Египет большой, сильной и богатой страной. Ну, и вот автор говорит, это потому, что один из наших предков Иосиф так придумал. То есть, автор-то хочет показать величие и успешность политики Иосифа. Но читатель, который не относится к потомству Иосифа, видит здесь, ну, в общем, довольно грубое насилие над людьми, которые под угрозой смертельного голода выкупают хлеб, который необходим им для выживания, вот ценой сначала серебра, потом скада, потом собственной земли, и под конец собственной жизни попадают в рабство. И все оказываются рабы Иосифа. Ну, вообще говоря, это подло, если назвать вещи своими именами. Вот так пользоваться нищетой и голодом для того, чтобы закабалить людей, это подло, и так делать нельзя. И гордиться тут особенно нечем. Поэтому, вот видите, у автора и составителя, которые были потомками Иосифа, один взгляд, а у нас с вами совсем другой. Ну, и в заключении этой главы говорится о том, что вот Израилю пришло время умереть. Он призвал Иосифа и потребовал, чтобы тот поклялся ему, что не похоронит его в Египте, и вынесет кусть его в землю обетованную. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...